Значит, на этой выставке компания Samsung представляет одну из последних новинок в линейке компактных камер Samsung. Это, можно сказать, профессиональный компакт, то есть камера, которая позволяет снимать и быть использована как любителям, так и профессиональным фотографам. Что ее, собственно, выделяет на фоне остальных компактных камер? Камера сделана из магниевого сплава, пылевлагозащищенная. Имеет возможность съемки как в автоматических режимах, так, соответственно, и в ручных. Приоритет выдержки диафрагмы полностью ручной. Камера позволяет снимать в RAW-формате. Помимо прочего, имеет поворотный 3-дюймовый AMOLED-дисплей, очень яркий и очень контрастный. В любую погоду вы сможете просмотреть ваши снимки с максимальной детализированностью. Что особенно важно, данная камера построена на базе объектива со светосилой 1.4. На сегодняшний день это самый светосильный объектив среди компактных камер. Камера имеет КМОП-матрицу размера 1 на 1.7. То есть, среди компактных камер это самый крупный сенсор, который представлен на рынке. Все вместе эту камеру делает крайне компактной, крайне удобной. И при этом камера, которая будет делать заведомо гораздо более качественные снимки, чем любая другая камера в таком размере. При этом камера попадает в категорию смарт-камер. Все смарт-камеры Samsung или камеры с префиксом F в названии, будь то системные камеры с линейки NX или компактные камеры, имеют встроенный Wi-Fi модуль. Это позволяет камере в режиме Wi-Fi передавать фотографии непосредственно на планшеты, на смартфоны, на компьютер. Можно демонстрировать по беспроводным протоколам на экранах телевизоров. Можно отправлять файлы в почту, на e-mail. Можно напрямую загружать в социальные сети, такие как Facebook и ВКонтакте. Кроме того, что важно, каждая камера Samsung имеет собственный аккаунт на облачном сервисе Microsoft SkyDrive. Объем этого сервиса 25 гигабайт. То есть, в принципе, вы, отсняв материал на свою карточку, и карточка у вас переполнена, вам не обязательно искать другую карточку. В любом месте, где есть Wi-Fi, вы можете с камеры непосредственно передать весь объем, который вы отсняли, непосредственно на облачный сервис, отформатировать карточку и продолжать снимать. После чего с любого терминала, с любого компьютера вы можете зайти на свой аккаунт в этом облачном сервисе и скачать оттуда без потери качества все те материалы, которые вы туда передали. Продолжение следует... Продолжение следует...